Эра беспилотников наступила и в системе образования. Сегодня с помощью дронов школьники могут решать задачи по робототехнике, радиообмену, а также конструировать беспилотники для разных сфер. Но вопросов остается много. Где в Алтайском крае взять столько преподавателей для нового предмета? И кто будет учить самих учителей? Обучение пилотированию предусмотрено в программе Алтайского педагогического университета. В октябре прошлого года ВУЗ выиграл грант на подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов. Этим как раз сейчас и занимаются будущие учителя информатики, физики, технологии, а также преподаватели основ безопасности и защиты Родины. Ребята у нас вначале на симуляторах отрабатывают науку полетов, а дальше уже переходят к общему пилотированию на физические угромы. Базу технопарка оценил и познакомился с его преподавателями депутат Госдумы Александр Прокопьев. Для обучения пилотированию нужны не только беспилотники, но и квалифицированные преподаватели. Здесь в технопарке есть все условия для того, чтобы обеспечить кадрами образовательное учреждение края. В школьных программах пока предусмотрен только один частное знакомство с дронами в рамках предмета основы безопасности и защиты Родины. Но у школьников еще будет возможность своими руками поддержать настоящие коптеры. Сегодня 28 школ края претендуют на открытие специализированных кружков, в которых будут обучать навыкам пилотирования. Из 28 министерство образования выберет 18. В списке претендентов не только школы из Барнаула, Бейска, Новоалтайска, но и из сельских районов – Косихинского, Целинного, Троицкого. Прямо скажем, кто-то из села, деревни, например, как я. Если бы в мое школьное время это было, я был бы в дичайшем восторге, потому что для меня первый полет, ну, не знаю даже, как описать, щенячий восторг был после него буквально. Я радовался как ребенок. И это только начало. До конца года регион разработает программу развития беспилотных авиационных систем, которая позволит нам войти в новый нацпроект «Беспилотные авиационные системы», чтобы за счет субсидий приобретать учебные квадрокоптеры и другое оборудование в школы и колледж региона. Итогом нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в который наш край стремится попасть, станет обучение не менее одного миллиона специалистов по беспилотникам до 2030 года. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.